Генеральный спонсор места происшествия ДСК Поволжье Здравствуйте, в эфире первого городского проект Место происшествия В студии Алина Котрихова, сегодня в программе Помеха справа Один человек получил травмы в ДТП в Кирово-Чепецке Пострадали пять человек Следственный комитет устанавливает обстоятельства взрыва на предприятии в Кирово-Чепецке Поджигатель в розыске На улице Ленина в полночь вспыхнул офис микрофинансовой организации По поводу грабежа в магазине, что можете пояснить? Вообще, ну, ничего не предпринимали, я ничего не знаю вообще Один отрицал, второй его сдал Он просто взял за голову, короче, посадил на его стул На улице производственные сотрудники Росгвардии задержали двоих подозреваемых в грабеже Один человек получил травмы в ДТП в Кирово-Чепецке Там столкнулись Нива и Ауди-80 Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий» Слово Сергею Пичугину По данным ГИБДД, авария произошла в четверг почти в 12 часов дня в поселке Васькино ДТП спровоцировал водителей отечественного внедорожника Нива 45-летний водитель автомобиля Нива, по предварительным данным, на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу автомобиля Ауди Который приближался к нему справа и имел преимущество в движении И совершил с ним столкновение В результате водитель Нивы получил травмы, но ему была оказана медицинская помощь на месте ДТП На улице Горького в ДТП попали сразу три автомобиля Кадры аварии зафиксировала камера наблюдения Как видно, водитель Джили выезжает на перекресток на красный сигнал светофора В него врезается Сузуки Потом виновника аварии отбрасывает на автобус По данным ГИБДД, в этом происшествии никто не пострадал На водителя Джили составили протокол за проезд на красный сигнал За это полагается штраф 1000 рублей На улице Воровского столкнулись два легковых автомобиля Водитель ВАЗа 12-й модели ехал по второстепенной дороге и не пропустил Ладу Калина, которая ехала по главной Автомобили столкнулись, помощь медиков никому не потребовалась На улице Карла Маркса водитель Киа Спектра выехал на перекресток на зеленый сигнал светофора Мужчина стал поворачивать на улицу Пролетарскую, но не заметил Ниву Шевроле Внедорожник пытался промчаться по перекрестку на желтый сигнал светофора Машины от удара получили повреждения, пострадавших в ДТП нет Сергей Пичугин, место происшествия Следственный комитет устанавливает обстоятельства взрыва на предприятии в Кирово-Чепецке Напомним, ЧП произошло днем 26 января После взрыва пострадали 5 человек Все подробности в нашей рубрике «Сводка» В тот день бригада сварщиков проводила работы Известно, что в процессе сварки сдетонировали газовые баллоны Взрывной волной разрушилась стена здания Сам каркас остался невредим Пять человек получили травмы, из них четверо с ожогами Различной степени тяжести были госпитализированы Следователи провели первоначальное следственное действие Осмотр местопроисшествия и опросили очевидцев Сегодня, 27 января, на месте случившегося Следователи проводят дополнительные осмотры местопроисшествия Назначены экспертизы Также к расследованию причин взрыва Будут привлечены необходимые специалисты По предварительной версии Во время газосварочных работ Было допущено нарушение технологического процесса На улице Ленина в полночь вспыхнул офис микрофинансовой организации По данным пожарных, двухэтажное здание было нежилое И в момент возгорания людей внутри не было В итоге сотрудники МЧС потушили огонь Соседние постройки не пострадали В ходе осмотра местопроисшествия сотрудники ОНД Обнаружили признаки поджога Сейчас по факту пожара проводится проверка Возможно офис микрозаймов Подпалил один из должников этого предприятия Сейчас полиция разыскивает поджигателя Останавливайся, стрелять буду Водитель ВАЗ-216 Принимаем право, останавливаемся В Вятских полянах перед судом Предстал пьяный водитель-рецидивист Руслан Суботин В конце октября 27-летний мужчина За рулем Жигулей 6 модели Устроил длительную погоню Лихач вскоре заехал в поле и застрял в грязи Его сразу же схватили полицейские Водитель расстроился из-за своей неудачи И уже в патрульной машине ударил инспектора по голове Вечером 20 октября, находясь в служебном автомобиле сотрудников ДПС На полевой дороге Вескополянского района Кировской области 27-летний подозреваемый нанес удар рукой по лицу инспектора ДПС Судить Руслана Суботина будут по двум статьям За применение насилия в отношении представителя власти А также за повторное пьяное вождение Подсудимому грозит реальный срок лишения свободы Дело рассматривается в Вескополянском районном суде Михаил Вагин, Место происшествия В эфире проект Место происшествия и мы продолжаем На улице Производственной сотрудники Росгвардии задержали двоих подозреваемых в грабеже По данным следствия, молодые люди зашли в круглосуточный магазин на улице Рима-Юровской Один из них схватил женщину-продавца за шею и забрал из кассы более 20 тысяч рублей После чего злоумышленники скрылись В отделе полиции задержанные рассказали о своих приключениях Подозреваемый Александр главный фигурант этого уголовного дела Он ранее судимый за кражи, освободился два года назад И видимо больше в тюрьму не хочет Свою вину 33-летний мужчина Отрицал, а вот его 19-летний знакомый стал сотрудничать со следствием Молодой человек рассказал, что в день грабежа Выпивал в компании, потом к ним присоединился Александр Впоследствии Саша предложил сходить за водкой Я не знаю, конечно, есть ли у нас деньги Но как бы интересно вас не станут Думаю, если я зовет, значит есть На улице Рима-Юровской приятели поменялись куртками и зашли в магазин По словам молодого человека, Александр сразу напал на продавца Он просто взял за голову, посадил на ее стул Деньги из кассы, рассказывает задержанный, забрал именно Саша Потом они убежали и у теплотрассы поменялись куртками обратно И в итоге похищенные деньги оказались в его кармане Ну нас потом на производственной как бы заряжали Я испугался как бы, потому что деньги-то у меня Ну когда я уже обнаружил, я засунул машину в патрульную, убивал Впоследствии 21 900 рублей полицейские обнаружили в патрульной машине Сейчас в отношении 33-летнего Александра возбуждено уголовное дело А его 19-летний знакомый проходит как свидетель Есть основания полагать, что указанный гражданин Причастен к совершению ряда преступлений на территории областного центра Всем, кто пострадал от действий человека на фото Необходимо обратиться в полицию по телефону 56 60 20 или 102 Михаил Вагин, Место происшествия В эфире проект Место происшествия, мы продолжаем выпуск Провал в памяти случился у лишенника На КАМАЗе которого автоинспекторы остановили на посту ДПС У мужчины были при себе все документы, в том числе и водительское удостоверение Однако, судя по базе данных, его быть не должно Дело в том, что пару лет назад за пьяное вождение водителя лишили прав Парадокс в том, что ни задержание, ни процесс оформления нарушения Ни судебное заседание мужчина якобы не помнит Поэтому и продолжал ездить, несмотря на запрет В ситуации разбирался наш корреспондент Сергей Пичугин Узнав о своем статусе, водитель КАМАЗа Виталий испытал шок Он в тапочках выбежал из кабины и направился к посту ДПС Как выяснилось, Виталий почти два года назад лишили прав за пьяное вождение Однако штраф в 30 тысяч рублей мужчина не платил, удостоверение не сдавал По словам водителя, он и не помнит, что его лишали прав Недавно я ДТП совершил, на Энгельса был Там же проверяли документы Там все нормально, а здесь сейчас останавливают И с того года, как я приехал из Сусинска, я все работаю водителем И все меня останавливали, проверяли документы Не был я, значит, лишен А сейчас остановили, я почему-то оказывается лишен То есть вы не знали, что вы лишены права? Я понятия не имею По словам Виталия, если судья назначил бы штраф, то к нему давно наведались бы судебные приставы Меня оформляли то, что фары не горели, там, например, это Ну, то, что, например, бочку таскал, доступа не было Это оформляли, у меня было 3,5 тысячи Я их заплатил 3,5 тысячи штраф Если бы я знал, что я лишен, я бы, например, уже давно бы отдал бы Права? Давно бы уже, да, получил бы уже новый Срок-то бы сколько прошел Я до сих пор водителем работаю, я делов не знаю Мне никто ничего не говорит, никаких бумаг ко мне домой не приходило Как стало известно, за вождение в статусе лишенника Судья наказал Виталия двумя сутками ареста Мужчина поставил себе задачу, как можно скорее сдать права в суд После этого ему нельзя будет водить авто в течение полутора лет Сергей Пичугин, место происшествия На улице Комсомольской камера зафиксировала, как водитель десятки сбил женщину Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор» Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели На улице Комсомольской женщина решила перейти дорогу и не заметила вазовскую десятку Судя по видео, женщина сама выбежала под колеса лады Водитель даже не ожидал такого поступка Он стал тормозить, но столкновение избежать не удалось В итоге женщина получила травмы На улице Менделеева дорогу в неположенном месте перебежал подросток Школьник не подумал, что автомобиль мог поехать по встречной полосе После удара мальчик тут же встал на ноги и убежал По данным ГИБДД, водитель «Фольксвагена» вызвал на место происшествия инспекторов Но от дачи показаний отказался На улице Воровского в двойном ДТП пострадали три иномарки Столкновение произошло по цепочке Повреждения у автомобиля несерьезные, но обидные Причиной аварии стало то, что виновник аварии не соблюдал дистанцию и скоростной режим На улице Воровского пассажиры иномарки «Форд» вдруг решили выйти из машины Скорее всего, пассажир на переднем сидении все же задел вазовскую четверку В итоге водитель «Лады» остановился и пошел разбираться с горе-пассажирами Также выяснилось, что за рулем иномарки была девушка На перекрестке улиц Карла Маркса и молодой гвардии Развозчик еды на «Хёндае» не пропустил встречную иномарку Удар был сильный, иномарка отлетела на тротуар К счастью, в этот момент там не было пешеходов Судя по видео, вина шофера на «Хёндае» очевидна На улице Ленина водитель «Рено» решил припарковаться и не заметил машину с камерой Виновнику аварии стоит напомнить, что при совершении таких маневров Нужно быть до конца уверенным в безопасности проезда На улице производственный автомобиль с камерой въехал в иномарку «Форт Мондео» По словам автора видео, это досадное ДТП произошло из-за того, что он задумался и не успел затормозить На трассе водитель грузовика не справился с управлением Прицеп занесло и он выехал на встречную полосу Судя по видео, столкновение не произошло Каким-то чудом водитель иномарки ушел от удара с прицепом Он протаранил сугроб Шофер грузовика тоже съехал с трассы и заехал на Снежную гору В Кирове на улице Ивана Попова водитель «Лады» 15-й модели решил развернуться и спровоцировал аварию Автор видео на «Хонде» после такого маневра уже ничего не смог сделать На перекрестке улиц Свободы и Горбачева водитель «Тойоты» не пропустил иномарку на главной дороге Водитель «Тойоты» выезжал с улицы Горбачева Она на этом перекрестке является второстепенной Никак не могут отличить главную от второстепенной улицы водители на перекрестке улиц Володарского и Герцена Почему-то те, кто едут по Герцена, уверены, что у них главная дорога Это обидное ДТП произошло 16 января Спустя 9 дней на этом же перекрестке владелец регистратора едва не получил еще один удар Автор видео надеется, что посмотрев этот ролик водители запомнят, что на перекрестке Володарского и Герцена улица Володарского является главной дорогой На улице Комсомольской водитель фуры понял, что ему не проехать под мостами по улице Мельничной и решил развернуться Что ты хочешь сделать? Он не может себе взять Ууууу! Уморачивается вправо Судя по видео, водитель грузовика не учел длину своего прицепа А водитель фургона оказался слишком близко В итоге после ДТП в сторону чистых прудов образовалась большая пробка. На улице Ленина таксист на Ларгусе высадил пассажиров, которые устроили драку. Видимо, во время поездки мужчины что-то не поделили или после взаимных оскорблений слов больше не осталось. Также не исключено, что бойцы были пьяными. На улице Горбуновой очевидцы наблюдали, как нужно ездить с замерзшими стеклами. На повторе видно, чтобы увидеть дорогу водитель высунулся из окна. Такая манера езды шокировала очевидцев. Видимо, горе водитель не знал о существовании размораживающего спрея и скребка. Михаил Вагин, место происшествия. И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или любительскую видеокамеру, присылайте видео на наш электронный ящик mpokerovsobaka.inbox.ru Или звоните и сообщите по телефону 47-3302. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Ну а на этом я с вами прощаюсь. В студии была Алина Котрихова. Берегите себя и своих близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова